Решил записать такую спонтанную распаковку а-ля обзор на ноутбук, который мне притянули, чтобы я поставил сюда винду, естественно, лицензионную. И так как это новый, вообще муха на нем еще не сидела, ноутбук, я решил на него такой вот обзорчик типа сделать. Ноутбук у нас называется Lenovo V14 ADA, ну или ADA, компьютер персональный. Здесь вот ничего не написано, что тут на нем конкретно, просто написано процессор, память, операционная система, да, доступ должен быть, экран тут даже должен быть, да, вообще, оптичный, накопычивать, чего? Ладно, давайте вскроем, посмотрим, что у нас здесь в середине. Вот он сам ноутбук, в верхней части, смотрю, нету, но хозяева, видно, ее забыли вложить. Это у нас блок питания, а это вот сам Lenovo. Так, и никаких мануалок нам хозяева не понесли, ну ладно. Какой-то немножко, какой-то пылючки. Здесь у нас написано Lenovo. А, он и включенный даже у них, прикольно, включенный ноутбуки передавать. Что-то он тут, да, тут видите, 11.03, а, что-то тут немножко неправильно, но, ладинг фидос. Да, типа, доз у нас должен загрузиться, или что? Ну, неудата. А, сначала месяц надо нарисовать, или что? Тайм еще им надо. Все, можно гир делать. Вот это наша директория. Ну, по идее, здесь должен быть и СДшник, а для СДшника не так сильно страшно, когда у вас включенный ноутбук, и вы ноутбук переносите. С HDD умирают на раз-два-три. Ни один такой у меня притягивали ноутбук, когда забыли выключать ее, уложили в сумку, и там с ним тусили, тусовались, а потом, ой, блин, а что это у меня ничего не загружается? А там бинт умер. Ладно, давайте ее выключим, и посмотрим, что у нас за порты здесь есть. Итак, здесь у нас есть HDMI-порт, это, так понимаю, вход на блок питания, и 3 USB. Где тут USB 3.0, а где обычный? Вот это вот, наверное, с обычным таким рисунком, это у нас USB 2.0, а вот этот, наверное, USB 3.1. Ну, и индикатор питания, насколько я понимаю. С этой стороны у нас совместимый с микрофоном и наушниками Jack 3.5, и под СД-карту. Ну, и под microSD-стик через переходник картридер. Так, давайте посмотрим, что у нас тут сзади нарисовано. Нарисовано у нас Lenovo V14 ADA, 20 вольт, 3.25 ампера. Должен быть у нас блок питания. Батареечка у нас несъемная, ну, как несъемная, корпус надо разбирать, чтобы поменять батарейку. Она тут такая стопудово длинная, а в средине торчит. 18650 и блок питания, вот он наш блок питания. Давайте посмотрим, что тут нарисовано. 20-го, 10-го, там вообще свежа, 55 ватт написано. 20 вольт и 25 ампер. Ну, как и здесь вот написано сзади на ноутбуке. Вот такой вот у нас блок питания. И он опять включился. Я же ее выключал. Получается, я крышку, как открываешь, он начинает включаться. Я не знаю, что здесь за прикол. Камера у нас на 0,3 аж мегапикселя. Да, в 2020-2021 году камера на ноутбуке 3 мегапикселя. Такое, конечно, себе. Для выпки хватит. Клава у нас без цифровых кнопок. То есть, здесь вот сбоку цифр нет. У меня цифровая, эта вот клавиатура очень нужна. Я ей постоянно пользуюсь. Все цифры набираю с вот этой вот клавиатуры. То, что вот здесь вот так вот неудобно. Опять он просит у нас дату, опять просит число. Что за хрень, я не знаю. Он все время, наверное, просит доска, когда включаясь. А если вот так вот сделать. Хрень нам какой-то нарисовал. Ну, да ладно. Клавиши у нас с белыми буквами русскими и латинскими. В принципе, потянет. Ну, и такой вот серенький пластик у нас вообще серенький весь. По железу. Чего у нас здесь стоит, кстати, нет. Вот смотрели мы по бокам. Никакого оптического привода нет. А там вот был на бумажке какой-то оптический привод написан. Ну, да ладно. Так вот, по железу здесь у нас стоит AMD 3000 серия Mobile 3020E. Два ядра у него, два потока, тактовая частота 1.2 ГГц, Turbo Boost 2.6. Хотя не знаю, я по AMD-шным процессорам сильно не рублю, есть ли на AMD-шных процессорах Turbo Boost. Если есть, то значит это он. Там написано максимальная частота 2.6 ГГц. У меня будет этот Turbo Boost. Кэш у нас 4 метра. Техпроцесс 14 нанометров, TDP 6 Ватт. Графическое ядро у него устроено Radeon Graphics. Написано было, что 3 ядра, частота 1000 МГц. С памятью процессор работает DDR4. Частота памяти 2400 МГц. Экран у нас 14 дюймовый, 35,5 сантиметров. Разрешение 1980 на 1080. То есть Full HD. Матрица у нас TN. Частота обновления 60 Гц. Такой себе мониторчик. Да и сам по параметрам комп такой слабенький. Какая читалка, писалка, смотрелка видосов. Жесткого здесь нет. Есть SSD на 128 ГБ. Какой SSD история умалчивает. То ли это обычный SSD, то ли это M.2. Надо будет потом посмотреть, когда Windows сюда поставлю. Оперативы здесь 4 ГБ. Максимально поддерживает 8 ГБ. Но самое что интересно, один слот. То есть процессор работает двумя каналами памяти. Но слот здесь один. Два канала здесь память не заведешь. Вот такой прикол. Ну и в принципе, как бы по техническим характеристикам больше рассказывать нечего. Весит 1,6 кг. Не такой уж тяжелый. Ну и операционка, как видите, DOS. Давайте сейчас я установлю сюда Windows. И потом через AID'у посмотрим, что тут за железо поподробнее. Давайте в BIOS попробуем. Зайти. F2. Ёхарный бабай, что он бикает-то? Да, F2. BIOS у нас без наворотов. Обычный, простенький. Как в старые добрые времена. Что у нас написано? Процессор AMD 3020E с эротическим ведром. Памтич 3 гайбайта. Хард диск ST1000LM0351RK172. Что это за дверь? Я ХЗ. Что-то страшное. Здесь ничего не сномерно. ОЕФИБИС. Так, с чем мы можем? Грузиться, можем с HDD'шника, с USB, с сетевой, с флопика и с синюка. Да, BIOS вообще, я смотрю, какой-то древний. Ну, по менюшке. Ну и выход. В принципе, ничего. Сверхестественно нет. И вот название наше. Сразу не сказал. Ленового V14AD. Ну, в принципе, как-то так. Сейчас я поставлю Шиндамс 10, естественно. Ну и посмотрим еще Аиду. Итак, установил я ноутбук Windows. Давайте ее включим. И сейчас мы в Аиде проверим, что у нас по железу. Потому что я уже нашел одно несоответствие с описанием, которое находил в интернете про этот ноутбук. Возможно, что-то еще и будет не совпадать. Загрузка у нас идет достаточно-таки долго. И вот вам первое несоответствие. Скорее всего, здесь SSD-шника нет. А здесь обычный HDD. И как видите, выскочило у нас окошко. Опять ему надо перезагрузиться. Этой Шиндамс 10. Надо перезагрузиться. Давайте перейдем к Аиде и посмотрим, что за железо у нас здесь стоит. Суммарная информация. Вся фигня туда-сюда. Вот наша платка называется как материнская. Чипсет-плата AMDK17.1. Фамять у нас 3 гига. Видеорезидион AMD. 512 мегабайт. Круто. Так, что еще интересного? Звуковой адаптер AMDK17. Аудио. HDMA и вся остальная фигня. Так, по SSD-шникам, что он нам пишет? Опишет он нам, что у нас обычный HDD винт. ST это Seagate. Ну и по самой загрузке я правильно определил, что здесь обычный винт, а не SSD-шник. Потому что загрузка долговато происходит по сравнению с SSD-шником. Вот и написаны его параметры. На терабайт 5400 оборотов шпенделя SATA-3. Ну, это моя флешка, с которой я иду. Да, я слышу, как он сейчас тарахтит. Возможно, и вам слышно. Хотя, навряд ли. Но, может, и услышали, как головки шерстят. Вот сейчас тарахтили головки на винту. Ну, в принципе, больше интересно ничего нет. Так, что под датчиком? А датчики не видит он, получается, нашего процессора. На винту показывает T4. Напряжение CPU. Странно. Напряжение CPU показывает, а ядра не показывает. Почему? Ехазы. Давайте системную плату посмотрим. Сейчас у ЦП. ЦП показывает, что у нас два ядра. 1,200 МГц частота. Ну, да, стоковая. Кэш 3 уровня 4. Да, все правильно. Вот одно. Второе ядро AMD 3020E с Radeon Graphics на 1198 Гц. Ни хрена только не пойму, к чему температуру на них не показывает. Ну, да ладно. Дальше, что у нас тут информация про прац? Ну, вот пишет температуру. Максимальная температура 115 градусов. Ну, AMD он и в Африке AMD. Даже на ноутбуках 115 градусов может нагреваться. И всякие инструкции, всякая фигня. Если интересно, можете поставить на паузу, посмотреть. Я думаю, что ты нафиг никому не интересна. Может, ты с админом каким-нибудь, которые там жестко рубят по железу. И вот эта вот информация только вверху, которая интересна. На остальном мне до лампочки, говорил Федя. Системная плата Lenovo. Угу. Точно она. Память. Физическая память. И гига. И сколько плашек нам тоже не пишет. Чипсет модный. Поддерживает у нас DDR4, 1333. DDR4, 1600. DDR4, 1866. А вообще-то это DDR3, 3333, 1618, 66. И 2133 бывает и DDR4, и DDR3. Но вот это 2400, это уже DDR4. 2400, 14 нанометров техпроцесс. Контроллер. Двухканальный, 128 бит. Активный режим одноканальный. Потому что у нас одна плашка-то стоит, поэтому одноканальный. И небольшая вставочка про плашки памяти. На момент записи видоса я не знал, что такие приколы могут быть, когда память распаяна на самой материнке. И в АИДе она не отображается, что есть там вот плашка установленная. Так что двухканальный режим здесь можно делать, если вы установите дополнительно еще одну планку. И будет у вас два канала. Один канал, получается, идет на самой материнке память, а второй, который вы установите. Вот что тут за прикол такой вот, почему не отображаются планки памяти физически в АИДе. Северный мост, Южный мост. Это наш Биус. Ну, в принципе, как-то вот такая вот инфа. Что еще интересно, можно посмотреть. Давайте что-нибудь потестировал для прикола. Споквин, старт. Сколько нам попугаев выдаст? Ага, значит, двухъядерный атлон 4000+, на 2 и 100 МГц. Будет у нас покруче. С DDR2 на 700 МГц. Интересно очень. Ну, зато круче, чем 2X Atom D2500. Частотой 1660 Гц. И с DDR1066. Ну, что могу сказать? По железу, да, такой себе ноутбук. Это читалка, писалка, смотрелка. То есть, что-нибудь тут в видео рендерить, фотки обрабатывать, в игрушки играть. Можно, в принципе, но это садомазохизм и извращение полное. Потому что по железу такой себе ноутбук. При том, что цена находила я 9 там с чем-то, а у некоторых и 10 с чем-то. Цены, конечно, сейчас жесть на железо. Раньше такой вот ноутбук стоил тысячи четыре с половиной, то может и четыре гривена, имею в виду. Сингл, channel 18, 18, 19, 9, тайминги, чипсы, это иного. Вот, чтение, скорость, вот, запись, копирование, латентность. В принципе, как-то так. Одноканал, он и в Африке одноканал. Ну и давайте еще, наверное, CPU Queen откроем, посмотрим, что CPU Queen нам нарисует. А CPU Queen нам пишет, что у нас AMD Ryzen с техпроцессором 12 нанометров. Хотя здесь техпроцессор должен быть 14 нанометров. Тоже как-то по-интересному CPU Z отображает этот процессор. Давайте кэш посмотрим. Ну, кэш 4 правильно пишет. Материнку нам нормально пишет. Память DDR4, 4 ГБ, частота контроллера, сингл, двухканала у нас нету. DDR пишет, что 3200 у нас. Реально 1600, но, насколько я помню, в описании было 2400. Странно. И второй слот якобы есть, но он пустой. Вот так вот. Графика AMD Radeon, частота видеодра 400 МГц. Ну, давайте потестируем. И в одном потоке нам выдает 293 попугая. А у многопотоки 578. Да. Ну, что могу сказать? Такое, конечно, себе. Но, что вы хотите от этого железа? Больше он не выдаст. На этом, в принципе, и рассказывать больше про этот ноутбук нечего. Если вам нужна писалка, читалка, смотрелка, переписывалка в интернете, звонилка, интернет-блудилка, то вот этот ноутбук это все будет делать нормально. Можете себе приобрести. Если вы что-то хотите делать посерьезней, там, с графикой, с видео, в игры играть, то, конечно, этот ноутбук вам не подойдет. Вам надо будет взять что-нибудь покруче и подороже. Хотя и этот не сильно дешевый. Около 10 тысяч гривен-то стоит. Так что, еще раз повторюсь, если устраивает такое вот железо, то берите. Если нет, берите дороже. Ссылочку попробую на похожий Lenovo найти на Алике. Если не боитесь заказывать на Алиэкспресс ноутбуке, можете перейти и заказать. Ну, а кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео. И не забудьте нажать на колокольчик. Хотя хрен с ним своим колокольчиком. Не забудьте нажать на лайк и подписаться.